Место для детской площадки выбирали недолго. Главное, чтобы от дороги подальше и солнце не пекло. В тени берез появился маленький детский парк. Теперь местные детвора катаются на карусели и машинке и спускаются с новой, а главное, безопасной горки. В состав русско-поевского сельского поселения входят три населенных пункта. Деревня Кульмёж, село Засеченная Слобода и село Русская Поевка, центральная усадьба. Здесь у нас функционирует средняя школа, учатся где-то в пределах 52 человека. И эта необходимость уже пришла, потому что у нас много детей дошкольного возраста. Строительство детских игровых площадок – одно из направлений госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». 70% финансируется федеральным и республиканским бюджетом. Остальные средства внебюджетные. В русской поевке нашелся свой меценат – директор местного сельхозпредприятия. Мы обговорили в начале проекта, прежде чем, допустим, начинать это дело, обговорили, кто какие затраты будет нести. Мы оплатили за счет средств нашего предприятия проект сметной документации, экспертизу проект сметной документации. Оплатили монтаж оборудования полностью, ограждение полностью, и материалы, и замонтаж полностью ограждения. Оплатили за счет хозяйства. Ну, в финансовом, если в плане, то это вылилось где-то около 200 тысяч рублей. На площадке играют дети со всей округи. Пока ковид не побежден, стараются не толпиться. Ждут, когда будет посвободнее, и тогда держитесь качели. Переменам рады и сами мамы. В моей семье два ребенка, девочка и мальчик. Мы очень рады этой площадке. Особенно рада дочка. Ей семь лет исполнилось. Мы сюда с ней приходим каждый день после обеда. Площадка замечательная, очень красивая. У нас нет возможности каждый день ездить в инсар или куда-то подальше. А здесь мы посещаем каждый день. А этот медведь с историей. Еще в 80-е яркий сказочный персонаж радовал местных дешкалят. Садик закрылся, а Мишка остался. И долгие десятилетия выглядывал из бурьяна. Несправедливо решили местные жители. Привезли его на площадку, отмыли, раскрасили. Теперь косолапый следит за новым поколением. Ирина Пятина, Денис Назрюхин. Народные новости, Инсарский район.